Доброго времени суток, друзья мои, с вами Лисперс и мы продолжаем это постапокалиптическое безумие Кроссаут. И посмотрите на эту красотку, которую я себе сделал. Да, мне пришлось немножечко покататься за кадром, ну а как же иначе? Посмотрите, да, шикарно, я выбил вот эту длинную, толстую, офигенную штуковину. Это 76-миллиметровое орудие, вы посмотрите только на урон. Скорострельность, да, так себе, зато дальность просто на высоте. Единственная проблема у нее, да как единственная, это ее основная проблема. Ребят, она влево-вправо, ну нифига не гнется вверх-вниз, с этим делом на самом деле тоже есть проблемы. Поэтому, наверное, я ее потом как-нибудь переставлю куда-нибудь на первый ярус и что-то сделаю. Ну, может быть, кабину как-то переставлю или еще что-то. Здесь также у нас присутствует легенький пулемет-клаксон, который вроде как увеличивает наши очки репутации, да. А внутри там у меня бочка для топлива и орудийный радиатор. Также в ходе моего исследования, так скажем, да, вот этой игры, мы прокачали уровень. И нам стало доступно производство, да-да-да, вы не ослышались, производство синих пушек. Это уже 86, 88, ребят, миллиметровое орудие. Это вообще просто дичь какая-то, смотрите на эту дальность и все просто зачуденно, кроме боезапаса. Боезапасов 10 снарядов. А в нашей пушке 76-мм там у нас 12 снарядов, по-моему. Вот как бы для дробовиков, пулеметов и другой интересной шляпы не требуется вообще никаких боеприпасов, да. Они просто стреляют и стреляют, нагрелись, остыли и снова стреляют. А здесь вот как-то приходится выкручиваться. И зачастую ты уже в середине или в конце боя остаешься без снарядов, особенно если их бездумно тратить и стрелять ими. В общем, как-то так. Так, что еще есть? Да, кстати, вот эти вот монеты можно получить просто элементарно. Элементарно и просто, кстати, кабину я тоже получил. Потом, попозже покажу где. Можно взять. Вот что нам не нужно? Вот электроника, я не знаю, нужна она нам или нет. Мы ее можем только купить. Покупается она на рынке. Вы их можете получить за реал, но вы считаете, что вот такая одна монетка практически равняется. Одному рублю. Да-да-да, именно так. Как бы это ни было смешно. Но, допустим, 3500 таких игровых монет будет стоить где-то около 3000 рублей. Ну там плюс-минус. Вот. Допустим, что нам, чтобы нам сделать? Ну вот радио, радио у меня их не особо много. Вот. Мы можем взять и нажать продать. И получим с вами за это 5 монеток. Отлично. Мы получили 4,5 за только что проданный товар. Да, возможно, 4,5, потому что там цены меняются, они рыночные. Может, какая-то комиссия снимается в угоду какому-то экономическому балансу, что ли, в этой игре. И для производства вот этих синих деталей нам нужно арендовать станок. А станок можно арендовать на 5 деталей всего лишь за каких-то 25 монет. Ну это как бы... Хе-хе-хе. Бред. Бред, если честно. Ну как бред. Это не бред. Это, блин... Вот такая вот игра будет. Free-to-play. Все-таки и нужно будет как-то, ребят, стимулировать к тому, чтобы они экономили на школьных завтраках. Да-да-да. Но, в общем-то, для меня это пока что бесполезное открытие. Нам не хватает такого ресурса, как меди. Медь можно фармить только... Может быть не только, но я нашел одно место. Давайте же туда перейдем уже. Хватит, наверное, ляса точить. У нас вот это дело подразделяется на миссии. Где мы вот с вами можем скататься за колесами. Пушкой, кстати, за колесами катался. Получил вот эту кабину. Довольно-таки интересная вещь. Она просто компактненькая. А по структуре и остальному вроде как напоминает нашу. И есть рейды, где мы можем... Вот пока что участвовать только в легкой гонке. Требуется 3-4 человека. Поехать можно только. Втроем или вчетвером. Недостаток игроков вам подберет матчмейкер. То есть недостающих игроков. Мы можем получать... Причем это награда за один день. То есть мы раз в день можем выполнить рейд. Вот эти штуки у нас еще недоступны. Ну это фиг с ним, да? Но одну медь в день возможно заработать. Это такой облом. Такой трэш. Потому что мне на одну запчасть нужно 40. Ладно, хорош лясы точить. Я еще в рейды не выезжал. Я только заметил. Обнаружил, что они есть. Вообще поискал, как медь фармить. На рейды, чтобы туда попасть, да? Нам с вами требуется... Бензин, да? И если мы выезжаем на миссии... Ну конечно же не против ботов, а ПОПшечка с другими игроками. Мы, если не умрем, мы привозим с собой. Вот я там бочку загрузил к себе в кузов. При условии то, что у вас стоит такая вот бочка. Можно сделать так, чтобы... Ну если, конечно, вы победите и кого-то убьешь, ты получаешь за это бензин. А ну стоять! Ой-ой-ой, я сейчас в какой-то говнишко упаду! Да ну нафиг! Вылазь отсюда! Да-воё-моё! Вот это было жесть просто! Ну давайте вернемся в бой. Восстановление у нас одно было. Миссис завершится через 20 секунд. И, блин... Да, хорошо. Груз собран, плюс 25 секунд. То есть здесь вообще какая походу тема. Определенные лимиты времени есть. Есть 10 грузов. Естественно, вам будут их мешать собирать. Ну так же нужно... Ой-ой-ой, ты кто такой? Смотрите, че. Бам! Жалко промахнулись. Сейчас бы был вот так эпичненько. Блин, ну что ты тут? Такое упреждение корявое. Давайте снаряды тратить не будем. У меня их всего 10 осталось. Блин, я надеюсь мы успеем собрать с вами груз. Я вообще что-то про это... Давай, есть. Есть контакт. Конечно же нам. Бам! Ну! Головорез. Головорез лови. Вообще смысл... Почему я... Ну, я понимаю, почему я не попадаю. Потому что... Ох, как вас здесь много! Вот теперь я попал по головорезу. Ну, хорошо! Враг уничтожен. 5 секунд пополучаем бонус. Вот так вот. Еще из-за уничтожения противников здесь какие-то фишечки дают. Так. Ну... Собственно, он прикрывает вооружину. Я не смогу по ней выстрелить, чтобы нанести урон. Вроде бы, как бы... Насколько я понял... Своим союзникам, так скажем, мы дамага не наносим. Есть попадание. Да. С союзникам мы дамаги не наносим. Ты пошел ты нафиг! Где ты там? А, господи, он выше находится, а я куда стреляю? Смех! Просто смех. Ну, развернись. Бам! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как это было больно? Наверное. Ну, по крайней мере, когда по мне попадают таким калибром или и того большим, мне реально начинает пригорать, когда полмашины отваливается. Вместе с орудиями... Так, где вражина? Шрейдеров здесь, вы посмотрите, сколько. У меня осталось всего лишь два снаряда. Это не есть хорошо. Давайте прицелимся как-то получше. последний снаряд, и я думаю, он прилетит точно в цель. А где снаряды мне собирать? Чё за нафиг? Ох! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Не надо по мне стрелять! Пожалуйста, иди ты нафиг! Долбанные рейдеры! Смотри, чё делает! Я ведь не смогу отстрелить ему орудие! Да нет! Нет, мама! Давайте, ребят, как-нибудь попробуем собрать. Есть! 25 секунд я получаю. Чё толку? Я, походу, последний остался. Нет? Нет, я не последний. Ну давай. Блин, у меня они мешаются. Стрелит ему пушку. На-то раном! Шипами! Ой, я сейчас помру. Не стоит ввязываться в бой. По-моему, это бесполезно. Вот этого добить бы, а? Ой, хорош. 5 секунд мы получаем. Дополнительно. Походу, здесь делать с... Отстань! Отстань от меня! Здесь с таким орудием делать нечего. Здесь нужны либо дробовики, либо пулеметы, но может быть, на крайний случай, автопушка. Потому как... Смотрите... Вражина еще есть, и они появляются, и походу их много. А вот снарядов-то у меня уже нету. И... Видимо, не предвидится. Ладно, я нашей команде все-таки заработал немножечко времени, по 5 секунд. Но... Какая-никакая польза все-таки. А ну, таран! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как я его насадил, а? Это было приятно. И чувствую, для меня сейчас бой закончится, если я как-то не ретирую. Ёс, нет, пожалуйста, в эту жижу не надо падать. Я уже понял, что это плохая идея. Еще 5 секунд получаем. И... Мне не надо падать. Мне нужно собрать груз. Я надеюсь, успеть. Хм, хорош. Где-то он еще лежит. Интересно, сюда мы сможем заехать? Хм. Даже потеря одного колеса для нас не проблема. Груз находится ниже. И все бы хорошо, если бы я был уверен, то что я не перевернусь. На самом деле, не такая уж и сложная миссия, как вы можете заметить. Если не считать только огромного количества, просто дикого количества врагов, которые здесь находятся. Умри! 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 Есть! Мы еще получаем немного времени. Ох, господи! Нет, не надо! Не надо! Отстань от меня! Он дикий! Он просто дичь творит с этой пушкой. Так как у меня самому такая же была. Я знаю, чем это может быть кончится. Так, здесь есть бандиты, здесь есть изгой. Так, нам нужно сюда, пожалуйста, последний груз. И мы завершим эту миссию, ребятки. Ох, я захватываю. Да, да, я это сделал. Нет, вы видели, как это было круто и красиво. Хм, так, три купона и пять меди. Там было написано одна, а купонов было написано шесть. То есть, видимо, какое-то все-таки рандомное количество мы получаем. Помощник, помощник, два, помощник, три. И пару деконструкторов. Вполне себе неплохо. Давайте возвращаемся в гараж. Да, бензин у нас немножечко потратился. Другие рейды у меня недоступны. А почему недоступны? А, три тысячи очков мощи мне нужно и десятый уровень. До десятого уровня может быть не так далеко. А вот столько очков мощи добрать это проблема. за каждые семьдесят пять репутаций, полученные в бою, вы будете получать одну единицу данного ресурса. Мягкий металл. Дожди. То есть, мы медь можем фармить бесконечно. А купоны? Вот с купонами как бы видите, через девять часов сорок девять минут счетчик будет сброшен. То есть, вот эта штука у нас как бы фактически, ну, может быть, два раза в день дается, а вот медь мы можем фармить. Может быть, не так эффективно. Здесь вот двадцать купонов. Здесь что? Сплошные купоны можно фармить. Купоны нам что дают? Кстати, не здесь я это видел. вот здесь мы можем контейнер, контейнера покупать, да, на них, на эти купоны. Всего-то их нужно 150 штук. А зато мы можем здесь получить какую-то редкую или эпичную деталь. Ох ты, тысяча купонов здесь требуется. Ну, это, блин, очень высокоуровневая фигня. А здесь за лишний металлолом. Металлолом у меня лишнего нет. Бомжусь, я бомжуюсь. Ладно, давайте посмотрим же, как данная машинка. Ну, вообще, если честно, очень сложно прицелиться, очень сложно стрелять. Давайте миссию, наверное, давайте за колесами скатаемся. У меня колеса старые, большие, такие тракторные у меня были. Ну, не совсем большие, но клевые колесики, гораздо лучше, чем сейчас на мне стоят. У меня были, но, как говорится, сплыли. Сломались и, ну, не смог я их починить пока что. Нет у меня запчастей, которые нужно тоже покупать либо за реальчик, либо крафтить, но крафтить, увы и ах, не из чего. Ну, что ж, сейчас мы дождемся своей очереди. Давайте-ка лучше посмотрим, чтобы не просто так стоять на этих безумных монстров, которых здесь умудрились на крафтить игроки. Ну, ботов видно сразу, они все однотипные, типа вот таких вот, Вот инфик, это реальный игрок. И вот такую вот машинку он себе поставил. Там у нас автопушка, пулеметик, что-то там внутри есть еще. Или вроде бы ничего. Нет, какой-то ящик стоит. Вроде бы. не понимаю, что у него такая за машинка интересная. Здесь, кстати, как вы можете заметить, где-то 3 на 3, да, где-то трое реальных игроков, а остальное у нас все боты, боты, да, как бы это не было тривиально, и по-дурацкому это реально боты. Я не понимаю, почему сюда нельзя набить. Хотя, может быть, сервера еще что-то он там застрял. Не до конца сделаны, не оптимизированы под такое большое количество игроков. Так, вражина. Бум, да господи, вот вы видели, да, пушка практически не гнется. На, лови, Николас. Ну, нацелься ты. бух, 150 урона. Не дурно. Ну, мимо, ну, нельзя мазать, нельзя мазать этими снарядами. Они очень драгоценные для нас. Ах, 135. Бам, здесь даже промазать-то некуда. Пошел нафиг, враг повержен. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Инфиг нас развалил. А нет, нас убил игрок Ники. У этого, кстати, сумасшедшего человека. Точнее, нет, это бот, это был бот. Нас покарал бот. Жесточайшим образом из пушки. Я говорю, вот это орудие, оно, если бы не было ограничения на снаряды, ну, или хотя бы их было побольше, это было бы просто нечто. А так-то отстрелялся, и катаешься. Четыре пулемета. Хм. Сюда лезут четыре пулемета. Кстати, четыре пулемета будут уваливать игрока. О, дамага по игрокам немного, не сильно много меньше, чем пушка. Потому что хоть у них и растянутый урон по времени, а зато у них нет лимита по боеприпасам, и ты можешь до конца боя быть полезным. что он смотрит? Давай, разнеси его. Тупые боты. Реально тупые боты. Это проигрыш. Это инфа сотка. Слив. по полной программе. Сейчас просто понаблюдаем за тем, как же завершится этот бой. Конструкция, блин, смотрите, примитивная, небольшая защита для тарана. на просто какие-то сверху железки. И здесь, видимо, база для пулеметов, которые здесь стояли. Их явно было больше. Все. Но давай уже умри быстрее, Мэри. Время затягиваешь, пользы не приносишь, а время затягиваешь. Ну, по крайней мере, теперь понятно, как фармить медь. Это очень, на самом деле, ценные сведения. Так, что ж, еще разочек скатаемся. Еще раз попробуем проявить себя. Я не буду лезть сейчас на рожон. Постоим, как крыса читера с кустов, покидаем из-за далека. Очень сложно выбрать, конечно, упреждение. Но я буду надеяться просто на удачу. Возможно, она нам поможет. И все мои снаряды будут лететь в цель, даже если я буду стрелять мимо. Или просто вверх они будут подниматься в космос и падать на вражину. Эх, мечтать неплохо, конечно. Поэтому здесь скилл. Просто во время движения, смотрите, можно видеть, как увеличивается разброс от оружия. Поехали направо. Блин, все налево. Ладно, поеду за ними. Сейчас направо один сунусь и умру. Если вот остановиться, то пушка начинает сводиться. Да. То есть разброс гораздо меньше. Надо противовесы еще будет сделать. Без противовесов у меня плохо получается. Меня откидывает постоянно после каждого выстрела. Задирает корпус. так, здесь уже должен был начаться замес. Именно так и произошло. А где вражина? Ди-ка, тут смотрите, что творится. Бум! Ну вот, блин, надо стоять на месте и прицельно бить. и упреждение. Ладно, будем ждать. Да что ты! Назад ехал, резко остановился. Ну, ненавижу. Попал. Ты еще кто? На! Куда ты поехал на захват? Офигел, что ли? Кто тебе разрешил? На! Типа царочник. Ну, давай, доворачивай, доворачивай. О! На, господи, как же сложно из этой пушки стрелять. Ну, сколько сложно, столько же и весело. Посмотрите, сколько от него сразу в частей отваливается. Э, ты еще кто такой? Пол. Пошел нафиг. Ненавижу. Тем более, это был просто игрок. Не компьютерный интеллект, а именно игрок. К сожалению, все свои ресурсы походу растратил, так же, как и я. И приехал за последней возможной надеждой. давайте мы ему снесем. Уже эти колеса он меня заколебал туда-сюда ездить. Давай, 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 давай. Главное колеса. Вот, теперь он никуда не денется. Можно просто постоять и пострелять немножечко. И даже чуть-чуть какие-нибудь запчасти можно от него поотстреливать. Это издевательство над игроками. Вот у меня, если бы сейчас отстрелили пулемет, я был бы так же бесполезен, как и этот чувак. Наконец-то мы можем предаться захвату вражеской базы. Фух. Это была безоговорочная победа. И мы получаем, вы посмотрите, что мы получаем. И то, и другое, и третье. И бензин, кстати, вывезли. Ценный ресурс, который мы немножечко потратили. Пулемет легкий. Кстати, если вы не выходите, ничего не нажимаете, почему-то кидает все дальше в бой. Нет, ну это круто. С одной стороны удобно, чтобы не надо было постоянно нажимать в бой, еще что-то смотреть, просто фармишь, фармишь. И бои здесь очень скоротечные, очень быстрые такие. Ну, вы сами заметили, наверное, да? Насколько здесь все живенько, бодренько, нет никакого стоялого и прочего. беспредела, да? Ну, если, конечно же, вас не оставит день без колес, а потом противники про вас забудут и просто не найдут. графика, кстати, ну, блин, я бы не сказал, что прям вау или еще что-то, ну, как бы слабовато на самом деле. Мимо. Так. А, вон еще вражина поднимает. Да иди ты нафиг! Ох, хорош, он вовремя проехал. И мы с вами делаем первую кровь. Ммм, ты сам встал, да? Да что ты будешь делать-то? У меня 8 снарядов, а ты петляешь. На! Зашибись! На! А-а-а! Ну, блин, мы фактически не попали. О, а вот это вот нормально вошло. Ба-бах! Ах, хорош. Если не лезть в гущу событий на упреждение, то не попали. То вполне неплохой настрел, как вы можете заметить. Три снаряда, правда, у меня всего лишь осталось. Что? Где он? Ага, а вот он. 227. Нормально. Здесь поддержка огнем и там. Ах, чувак просит перевернуть команда инфика. Ну, блин, я бы тебя перевернул, но у меня нет домкрата. А можем мы его без домкрата перевернуть? Думаю, нет. Да. К сожалению, не можем. Тихо. А вот и вражи. На! Блин, ну как! Как в упор-то можно было промахнуться-то? Все, у меня снарядов нету. Остается надеяться только на этот маленький пулемет. Такс. Где? 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 Вот вражина. А вот и вражина. А если попробовать затаранькать... Затаранькаем? Затаранькаем? На! А-а-а-а-а! А-а-а-а! Ди-сити. Я тебя насажу на своей долинные шипы. Хорошо. Помощник мы получим. Кстати, противник сзади. И... Походу это будет ничья. Прикиньте, обидка. Потому что практически целый вражина катается здесь нет победу странно два колеса средние ухты электроника провода блин давайте вернемся в гараж я хотел вообще посмотреть на целостность своей машинки мы получаем новый уровень лайкос ребят лайкос это было круто так мы получим не знаю что такое торнадо отвалы задние двери края фургона планочки ну найс найс это реально найс так что там у нас по износу запчастей ну пока еще более-менее что-то живо да если запчасть ломается вам не нужно чинить обязательно ну либо крафтить такую же но новую хух что я хотел что я хотел давайте посмотрим на сборку что у нас там есть по колесам так вот это у нас колеса поворачивающиеся есть контакта еще одно такое же есть да есть прикольно вот такие колеса не стояли но не сломались обчините их не могу не хватает у меня запчастей немножечко так лесом среднее не вращающимся что же не дурно а еще одно нет а вот одного колеса мне не хватает можно так ремонт давайте мы одно колесом прикинь чё вот это офигеть вот вот этого репс я реально не ожидал на один бой как раз наверно последний хватит прикинь я думал то что мы имели здесь в ангаре запчасть на для как раз ремонтом я думал на полностью целиком и полностью нам восстановится всю прочность этой детали и хранил ее как зеницу ока думал ну на что-то более ценно и все это дело пойдет и как же я ошибался боже как же я ошибался но ничего на самом деле она как вы могли заметить давайте еще на раз колесами скатаемся уж больно они летят быстро он восстановил буквально одну порочность из 20 и это бред то очень дорого стоит есть там конечно не разрушающиеся запчасти моих но их мало прикиньте их реально мало вы же самые видели точнее которые не разрушаются вот эти вот стартовые наборы они бесполезны больше чем полностью у них очень слабые характеристики да вот чувак наподобие моего катает тоже пулемет и пушка даже ничем не прикрыт а выражены тоже кончилось марат ли 4 него кончились патроны на пушку и этот черный все все он тоже приехал вот чем фигово обладание столь разрушительный и столь же бесполезный не беспомощной силы хух смотря каких обстоятельствах вы оказываетесь ну что ж я надеюсь нас сейчас все-таки забалансит следующий и последний наверно крайний бой все-таки для нас на эту серию марат ли ну или мопат ли я не знаю как его читать нам марат лично она как-то так забалансила его к нам трое против троих неплохо неплохо главное не лезть на рожон и как можно больше стараться убить вражины прежде чем они разберутся с нами так на мост кто-то сунется кроме меня нет не хотелось бы мне одному этого делать георг ничего давай йорк до свидания но остановись ты мне нужно свестись не попали где-то там стояла вражина не попадаю я я его не вижу чтобы я в него попал если я его просто а вот и пол пол маккартни некось лови кась так 1000 кто приехал дел что смотри-ка агрессивный молодой человек михаил миш не надо так делать 376 критом офигеть у меня вот 406 здоровья допустим сейчас осталось да вы можете понять насколько это вообще убойная штука ты отъехал какой хитрый ты куда поехал питер питер пен вернись найсом найсом полный какой ты прочный как же у тебя много прочности два снаряда у меня осталось кстати противника тоже два а вот и один из них ну давай разворачивай свое корыто уж он меня сейчас просто закрутит или как-то можно так сказать но я сейчас кончусь же уж у меня уже не было на тот момент вот о том я и говорил 4 пулемета в определенной ситуации решают видите эта пушка если машина врага более маневренной чем ваша просто даже довернуть не сможете чтобы выстрелить нашу базу на захватывают один двое валяются двое валяются третий что вот этот вот делает школьничек наш которому наблюдали с вами уже в прошлом бою ничего он не делает ну и все и все и на этом конец ну это конечно же проигрыш обидно досадно жалко было вот так помирать но для себя я открыл нечто интересное выяснил новые минусы все таки данного вида вооружения но когда знаешь об этих минусах соответственно ты знаешь и о минусах врага если он против тебя играет с таким же комплектом кстати вот и колесо вышло из строя только что его поставили уже но для нас стало бесполезно ладно ребята если кому понравилось ставьте пальчики вверх подписывайтесь на канал рассказывайте друзьям ссылка на блоглист будет в описании всем удачи и хорошего настроения увидимся удачи 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 Продолжение следует...